Задолго до начала службы в храме собрались сотни прихожан. Они ждали начала патриаршей литургии и чин Великого Освящения Софийского собора в Самаре. К этому историческому событию готовились заранее. Особенно позаботились о мерах безопасности. Это мировая практика во время визита первых лиц. Подобное историческое событие на Средней Волге проходило 20 лет назад. Тогда с визитом в Самару приехал патриарх Алексей. Не случайно важное историческое событие проходит в Софийском соборе. Его строительство началось в 2005 году по проекту архитектора Юрия Харитонова. Из-за отсутствия средств проект на несколько лет был приостановлен. Однако стараниями прихожан, меценатов и региональных властей строительство возобновилось. Храм открыли больше года назад, к 1030-летию крещения Руси. Поэтому служба в праздник воздвижения честного, животворящего креста Господня символична. Патриарх с визитом на Средней Волге впервые. Он высоко оценил работу Самарской епархии. Я хотел бы поблагодарить вас сердечно за те труды, которые вы несете по окормлению вашей митрополии. Это одна из самых крупных и сильных митрополий в нашей церкви. И вот посещая в этот раз ее пределы, я имел возможность убедиться в том, что здесь очень многое делается для того, чтобы укреплялась церковная жизнь, чтобы укреплялось благочестие людей. Предстоятель Русской Православной Церкви Кирилл и Владыка Сергий обменялись подарками. Митрополит подарил патриарху картину с изображением Свято-Богородичного Казанского мужского монастыря в Виновке. А первое лицо РПЦ преподнес подарок икону Пресвятой Богородицы. Пусть под ее покровом протекает жизнь Самарской земли и каждого, кто с верой и любовью обращается к ее святому имени. Еще раз с праздником! Визита патриарха ждали тысячи самарцев. Служба в храме длилась несколько часов. Ну, очень окрыленные ощущения, духотворенные, замечательная служба. Дети пели отменно. Очень хороший хормистер у них. Знаете, у меня с вчерашнего дня такая радость. Я ехал по дороге со стороны Курумыча, когда он должен был ехать. У меня такая радость переполняла просто. Ну, счастье великое, что он нас посетил наш город. Большое событие, впечатления самые радостные. И переполняют эмоции, переполняют чувства. Такое событие. Слава Богу за всем. Очень хорошее ощущение. Сладкие, благодарственные, как говорится. Губернатору Самарской области Дмитрию Азарову патриарх вручил орден святого князя Даниила Московского второй степени. Азаров Дмитрий Игоревич удостаивается орден Русской Православной Церкви святака благоверного князя Даниила Московского второй степени. Первому вице-мэру Самары Владимиру Василенко патриарх вручил орден святого князя Даниила Московского третьей степени. Василенко Владимир Андреевич удостаивается ордена Русской Православной Церкви святака благоверного князя Даниила Московского третьей степени. Первый день визита проходил в Тольятти. Там глава РПЦ встретился со студентами и преподавателями Поволжского Православного Института, единственного в России. После провел службу в Спасо-Преображенском соборе. Итоги своего двухдневного визита его святейшество подвел на встречу с губернатором Дмитрием Азаровым, полпредом Игорем Комаровым и митрополитом Самарским и Новокуйбышевским Сергием. Предстоятель РПЦ поблагодарил главу региона за сердечный и искренний прием. Елена Малютина, Константин Головин. События.